Давайте посмотрим, какие здесь художники используют цвета. Красный, зеленый, фиолетовый, немножко черного. Пожалуй, самый правильный выбор для знакомства таких малышей с авангардом 20 века. Попугаи Карла Аппеля яркие, каким и было искусство прошлого столетия. И когда эти дети немного подрастут, они непременно узнают громкие имена художников, чьи работы всколыхнули весь мир. Выставка авангарда 20 века открылась скромно, без официальных мероприятий и каких-то особых анонсов. И это оправдано. Когда в город приезжает Кандинский, Шагал, Дали, Магрит, Вазарелли и другие, не побоюсь этого слова, звезды авангарда 20 века, излишние слова здесь не нужны. Это надо чувствовать и обязательно видеть своими глазами. Цветные литографии из частных коллекций Череповецкому музею одолжила Питерская галерея. Здесь собраны работы тех, кто создавал искусство 20 века. Авангардисты искали новые пути, демонстративно отказывались от классического искусства, сжигали мосты, соединяющие художников с академической живописью. От реальной жизни к точке, линии и пятну перешел Василий Кандинский и повез за собой новое направление – абстракционизм. Во главу угла он ставит внутренний мир человека, мир чувств. Это искусство нужно просто чувствовать. Здесь нет смысла что-то понимать. Это нужно просто почувствовать. И художники, в общем-то, и не пытались создать рассудочное искусство. Они действительно хотели вызвать у нас какую-то эмоцию. Определенным сочетанием цветов, определенным сочетанием пятен. Это только на уровне нравится-не нравится. Именно эта композиция, этот цвет, эта линия, эта динамика, эта экспрессия. И это только на уровне чувств. Абстракционизм, дадаизм, сюрреализм – последний представляет, разумеется, Сальвадор Дали. И не только. Тут же экспрессионизм Макса Эрнста и мистический реализм Рене Магрита. А еще многогранный Хуан Миро, работающий на стыке сюра и экспрессии. Нельзя не заметить Манрея – художник, дизайнер и, по сути, первый фэшн-фотограф в мире. Еще одно широко представленное нашей выставке, наверное, где-то треть всей выставки направления – это оп-арт, который возник после поп-арта уже, ну, параллельно даже скорее поп-арту. От слова «оптический» – это оптическая иллюзия. Один из основоположников этого направления, главная фигура оп-арта – это Виктор Вазарелли. Именно представители этого направления заставляют зрители быть соучастником художественного действа. А именно так хочется назвать двигающиеся полотна оп-арта. Художник XX века – исследователь. Его творчество – это лаборатория. Современное искусство является абсолютным продолжением авангарда прошлого столетия. Выставка в художественном музее – это один сплошной сюрприз для горожан. Получить свою долю мирового искусства череповчане смогут до конца июня. Вера Гучеренко, Анатолий Холин. Новости.